В Татарстане запустили новый проект на кончиках пальцев. Проект призван сделать легче и интереснее жизнь для слабовидящих и слепых. Для них выпускаются специальные путеводители по технологии Брайля. Кроме того, разработано программное обеспечение, которое не только помогает ориентироваться в пространстве, но и дает возможность знакомиться с достопримечательностями республики. С путеводителем реально стало проще. Я, находясь в библиотеке, могу изучить Раивский и Богородский монастырь, я раньше не представлял, что из себя он представляет. Я хотя бы был в Раиве. Не раз, не два. А теперь я представляю, где там находится трапезная. Я общую картину вижу. То есть это как вид сверху. Над проектом работали 15 человек. Зрячие, их примерно третий, выполняли только технические задания. Вся остальная работа за инвалидами. Итог – победа в национальном конкурсе «Хрустальный компас». Но это, говорят инвалиды, только начало. Мы уже создаем все парки, описываем Казани. В частности, взяли уже на вооружение скверы. И по Татарстану тоже. Природное место, допустим, Чистополя и других городов. Книги уже отправлены во все библиотеки для слепых страны. А Марсель и Эдуард надеются, что помимо путеводителей вскоре появится и трехмерное изображение исторических объектов. Подошел к мечети Кул-Шариф и понятно, как она выглядит. Все это, конечно, дорого и сложно, знают незрячие. Но ведь и проект «Татарстан на кончиках пальцев» думали никогда не получится.